МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Новины тыдня» на телеканале Беларусь4. У студии Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. На посаджении гомельского облаканкама подвели выники знешнеэкономичной дейности. Походнение в супрацовнестве с китайской провинцией Тяньсу подписали у открытым акционерным товарыстве «Спартак». У День оборонцов Айчыны свой 10-годовый юбилей отзначил Гомельский областный музей военной славы. У Речицкой с Дюшарным-1 открылась новая тренажерная зала. У делу церемонии принял министр спорту и туризму Александр Шамко. Зараз про гэта и иншая больше подробязна. Выники знешнеэкономичной дейности региона обмерковывалися на посаджении облаканкама. А кроме гэтага, проанализованный указ президента краины номер 78 об мерах по повышении эффективности социальноэкономичного комплекса Республики Беларусь, які ставить новая задача перед регионами. Подробязности гэта и так сама инших падей у экономичным житти региона у агляде Явгена Пабалавца. Сгодно новому указу президента краины, прайоритетными накерунками развития экономики павинны стать притягнение замежных инвестиций, рост и диверсификация экспорту, импортозамящение и створение новых працовных местов. Прадугледжена так сама паскоранная развитё малого и середнего бизнесу. Даречена, о посаджении облаканкама означалося, что необходно, как у районах, особливо невеликих по своей территории, исновали умовы для реализации предпримальницких инициатив насельництва. У тых выпадках, калі працовоаткавання безпрацовных немахчыма по прышыні отсутності буйных предприемствов, з гэтай задача павиннат справляцца приватный сектор. Калі казаць про внешнеэкономичную дейнасць, у миналом годзе освоено 10 новых рынков збыту. Вогаля, экспортная географія нашей в области зараз налишвая 86 краин. Аднак, боч за 80% продукции накеровывается у Российскую Федерацию. На той стороне, конечно, хорошо, это наш надёжный партнёр и сосед, но при всём при этом мы должны стремиться к тому, чтобы экспорт где-то 30% шёл на наш союз таможенный, 30% Евросоюз, и 30% это где-то должно быть другие страны. Поэтому вот как раз над этой цифрой мы будем работать. Нарошываць объёмы экспорту плануюцца прасправядзення на території Гомельщины экономичных форумов и выстав. Всё лето их заплановано каля 30%. До того ж протягивается активный процесс заявления новых резидентов у свободной экономичной зоне Гомель-Ратон. У минулого года было зарегистровано шесть предприемств, ориентованных на экспорт, и аше за одним зараз ведутся перемоги. К сожалению, в прошлом году мы не достигли 100% темпа роста экспорта. Однако уже в этом году, в 16 январе, у нас активизировалась работа нашими предприятиями, и темпы уже составляют практически 100%. Я думаю, что наладится работа, потому что частные предприятия, особенно частные, они заинтересованы в получении денег, валюты из-за рубежа. Открытое акционерное товарыство «Спартак» и китайская провинция «Дзянзу» на этом тыдне подписали походнение об супрацовнестве. В середине соковика у КНР отправится первая партия солодкой продукции гомельского предприемства. Каля 150 наимене у цукерок, печенья и вафля утрапят у китайские крамы на початку мая. Сегодня присмаки под брендом «Спартак» продаются у крамах 25 краин света. Новый партнер – это не только поширение географии и продажу, а ле и стабильные и выгодные умовы гандлю со стопроцентной передоплатой и разликом не у долларах, а у юанях. Даряши «Спартак» стане первым с белорусских харшовых предприемств, якое будет примать оплату у этой валюте. Белорусские продукты у провинции Цзянзу яши не спробовали, а ле по меркованию китайских гостей, кошт, якость и смак гомельских солодостей докладно сподобается же храм Поднебесный. Мы выбрали печенье, шоколад, вафли и так далее. Они все очень вкусные. На сегодняшний день Китай для нас очень интересный рынок, потому что мы представляем его емкость, мы представляем его достаточно неплохую платежеспособность. И тот весь ассортимент, который на предприятии вырабатывается, он сегодня достаточно хорошо продается другими производителями, и российскими, и украинскими, и европейскими, и американскими на этом рынке. Тым часом выники социально-экономичного развития Гомеля в минулом годе вынесли на разгляд 20-й сессии Гомельского городского Совета депутатов 27-го искликанья. Справоздачу агучу старшиня Гомельского гарвы Канкама Петр Кириченко. Паводля его слов практически по всіх показши, как прогнозу, летость была отзначена становшая динамика. За кошт замежных инвестиций у экономику города летость поступила больше, як 86 миллиардов долларов США. При этом объем импорту скоротился на 47%. Певные поспехи досягнуты и у промысловом комплексе. У минулом годе перевыкана на задание по росте вырушки на одного рабочего. С конвейеру сошло продукции на 42 триллионы рублёв. Параллельно вялась активна работа по пошуку новых рынков, які были б готовы принять гэту продукцию на своих гандлёвых пляцовках. Так спис краин партнёров пополнили Швеция, Словения, Австралия, Гвинея. Задача по будовництві жилья выканана большим на 100%. Рынок жилья застанеце прайоритетным на прамкам работы и у 2016 годе. Основная задача, которая сегодня стоит перед нами, это обеспечить дальнейшее устойчивое развитие экономики. Для этого, безусловно, надо работать над сокращением издержек производства, надо обратить повышенное внимание на создание новых рабочих мест. Всё это, безусловно, как фундамент позволит нам устойчиво развивать все отрасли народного хозяйства нашего города в дальнейшем. На этом тыдне означалося самое мужное свято. У День оборонцов Айчыны без выключения усе мужчины примали в Виншаванне. Однако головные герои свята вядома швайсковцы. Намесник военного комиссара Гомельской в области Юрий Яночкин сустрелся с нашим корреспондентом и отказал на актуальное питание. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день, Анна. День защитника Отечества. Это, конечно, в первую очередь праздник людей в погонах, поэтому позвольте поздравить вас с прошедшим праздником. Конечно же, пожелать здоровья, удачи, ну и мирного неба над головой. Спасибо, Анна. В свою очередь хотелось бы поздравить, ну, прежде всего, это ветерана Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и всех военнослужащих, которые в советское время и после развала Советского Союза служили своей родине и честно отдали свой воинский долг. Ну и также хочется поздравить мне всех тех, кто сегодня защищает нашу родину, своих коллег с этим замечательным праздником. Пожелать им крепкого здоровья, прежде всего, успехов в вратном труде, ну и воинского счастья. Юрий Евгеньевич, осуществует такое выражение, армия делает из парней настоящих мужчин. Вот ближайший призыв, каковы будут его особенности, может быть, ожидаются какие-то нововведения? В принципе, призыв проходит планово и уже начался с февраля месяца. Единственный нюанс с 1 июля 2016 года вводится альтернативная служба, на которую будут призываться граждане, которые по своим религиозным убеждениям не могут принимать воинскую присягу и они будут направляться в учреждения ЖКХ, здравоохранения, лесного хозяйства. Срок службы будет 30 месяцев, гражданами, которые не имеют высшего образования и 24 месяца гражданами, имеющими высшее образование. Юрий Евгеньевич, а вот что касается уклонистов, как на сегодня обстоит ситуация с молодыми людьми, которые сбегают службы в армии? Уклонисты, это я всегда их называю люди, которые прячутся за спиной чужих. Во все времена была категория таких людей, есть она и сейчас. Скажем, в 90-е годы, когда у нас был упал престиж службы в армии, было большое количество. Сейчас с каждым годом эта цифра уменьшается. Скажите, а с какими службами при этом сотрудничаете? Как правило, по розыску это занимается районное дело внутренних дел, следственный комитет, но также даже жилищно-коммунальное хозяйство, которое подает и рассказывает нам о тех людях, где они находятся в данный момент. Что касается современных технологий, сейчас по мобильной связи, в принципе, все отслеживается, тот же интернет, вот как-то используете? К этим технологиям также прибегают. Существует такое понятие покупки билетов по интернету, где все данные высвечиваются, они забиты во все базы данных. Что касается уголовного преследования, соответственно, существует 435-я статья за уклонение от воинской службы. Как правило, на первый раз это штраф, повторно и в последующие разы уже привлекается к уголовной ответственности именно с конкретными сроками. Юрий Евгеньевич, понятное дело, что призыв – это основная, но все-таки не единственная сфера деятельности военных комиссариатов. Вот интересно узнать, как обстоит ситуация, каковы успехи в поисковой работе, которая связана с Великой Отечественной войной? Всего на территории Гомельской области находится 910 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Ежегодно проходит вызов местными органами власти 52-го поискового батальона. Как правило, это при нахождении новых мест жертв мирных граждан, для их перезахоронения, для при нахождении останков воинов Красной армии, погибших в годы войны. При поисковых работах, при нахождении медальонов по документам, то же самое, устанавливается большое количество тех без вести пропавших, солдат Красной армии, которые погибли на территории нашей республики Беларусь, в том числе и Гомельской области. Юрий Евгеньевич, еще один вид деятельности военных комиссариатов, это территориальная оборона. Как на сегодня обстоит ситуация по этому направлению деятельности? Военный комиссариат непосредственно занимается разработкой документов по формированию, по применению территориальных войск, по предназначению, изучению личного состава, предназначенного территориального войска. Все вы знаете, что недавно прошел 17-18 февраля сбор под руководством министра обороны с участием главы государства, где губернаторам были поставлены конкретные задачи по вопросам территориальной обороны. Хочется пояснить, что территориальная оборона и те воинские части и формирования, которые создаются, они формируются из числа местных жителей в каждом районе, также и в области, и в городе Гомеле. И они предназначены у нас для усиления охраны участков государственной границы, для охраны наиболее важных объектов, инфраструктуры города, для обеспечения жизнедеятельности их. Также для поддержания режима военного положения, также для инженерного оборудования городов, для охраны и обороны. Ну и часть основных задач сводится на это. Юрий Евгеньевич, огромное вам спасибо за беседу. Спасибо и вам, Анна. Всегда мы рады вас видеть у себя в военном комиссариате, всегда поделимся последними новостями, которые у нас происходят в нашей жизнедеятельности. А зараз до новинок культурного життя Гомельщины. Открытье выставы «Лёсы Радима-1» просвеченная 10-годью Гомельского областного музея военной славы, проведение третьего открытого международного турнира по интеллектуальных гульнях «Фавор», а так само масштабного музычного международного конкурсу «Мой сябра баян». Про это так само многое иншее, что трапило у объективы наших телекамер, за пошние 7 дзен расскажет Вероника Ворошилина. На этом тыдне свой 10-годовый юбилей значил Гомельский областный музей военной славы. За такие довольно невеликие адресы к часу тут заявилась шмот уникальных и редких экспонатов. Отриманы знаковые узнагороды и проведены серьезные науковые работы. Музей военной славы предоставляет кожному наведывальнику махчимость стать святком военных подей, которые вялись на территории региона со старожитных часов. Атмосфера передается максимально докладно, на момент быцем трапляешь у минулая. Архивные документы, каштонные фотографии, холодное огнестрельное сброя, военное обмундирование. У залах собраны саправды уникальные экспонаты, але головную цикавость и значность представляют лёсы же хороу региона, які у розные периоды истории змагались с ворогом за свою родную землю. Особливую каштонность мают и предметы новой выставы «Лёсы Радима-1», якая открылась специально до 10-годового юбилея Гомельского областного музея военной славы. Экспонаты закраняют разные исторические периоды от Громадзянской и Великой Айчинной войны до сучасной белорусской армии. Тут находятся особистые речи узнагороды легендарных исторических особ. Наприклад, шыныль и папаха опушнего министра обороны СССР у дельника Великой Айчинной войны маршала Дмитрия Язова. Ёсть и экспозиция, присвеченная воинам-интернационалистам, які загинули у Афганистане. Побыч материалы, які расповедают про эволюцию белорусской армии савецких часов. Предметы музейного значения, которые мы выставили для того, чтобы действительно показать, что судьба отдельного человека, она взаимосвязана с судьбой Родины. И на всех этапах, в общем-то, люди выполняли честно свой долг по ее защите. Их показываем, чтобы подрастающее поколение училось, как защищать Родину. На этом тыдне у Гомеля был проведен третий открытый международный турнир по интеллектуальных гульнях «Фавор». Его организаторы ставят перед собой задачу садзейничать духовному, моральному и интеллектуальному развитию молоди, по ширению и умоцованию ведов школьников у галине християнской культуры. Тут упевнены важна прививать навыки працу коллективе методами интеллектуально-гульнявой дейности. Усяго турниры приняли у дел 17 команд, 5 зи гомельские. И они демонстровали свои веды у християнской истории и культуры. Клюшевая тема – житё и деятельность пропадобной Евфросини Полоцкой, сподорожная – новины православной церквы азбука веры, устройства храма и иншие питания в християнской тематике. А у Гомельской центральной городской библиотецы имя Герцена отбылась и презентация новой книги члена Союза письменников Беларуси, поэтессы, перокладчика, керовника школы-студии «Молодый литератор» Нины Шкляровой. В 2015 году он стал лауреатом литературной премии имя Кирилы Туровского у номинации «Поэзия за оповедание» «Змаченный молитвою и песней». Новая книга Нины Шкляровой, якая отримала назву «Засветла» первой у ее карьеры на русской мове. Такое было замечание, что на русском языке мои стихи как будто бы пишет другой совершенно человек, а не такого философского плана. А на белорусском языке они такие непосредственные, такие легкие, посвященные родному краю, Белоруссии. Музейная экспозиция народного письменника Белоруссии Ивана Петровича Шамякина открылась у Гомельской областной универсальной библиотецы. Литературно-документальная выстава присвящена до 95-ти годя с дня народжения нашего знакомитого земляка. В экспозиции измешана коллекция книг, выдаденных на замежных мовах английской, французской, немецкой и навод китайской. Бутворы Ивана Шамякина корыстались надзвучайной популярностью поднебесной. А кроме шматликих выданий, у паштовок и посвящения, у фотографий из особистого архива письменника «Кашули» и «Гальштук». Особистая чашка, так само блокнот письменника и кишинный годинник Ивана Шамякина, який усе еще працует. А тым шасам амаль звести юных музыкантов с Беларуси, России, Украины, Литвы и Китая приняли удел у международным конкурсе «Мойся Брабаян», який проходил у Гомели. Самым дорослым, яговый канавцам, 16 годов, юным языком – меньше за 10. У каждой категории выявляли переможцы по двух напрямках – «Баянная и кардонная творчасть». Для усіх удельников конкурсу были предугледжены памятные призы, а лауреаты приняли удел у заключенном халаконцерте. На наступном тыдне у Гомельским городским центром культуры отбудется театральная постановка «За бойца под куполом цирка». У ее будут переплетаться французский гумор, тонкая детективная история и яскравые цирковые труки. Уреческая из Дюшар номер один на этом тыдне в аурочистой обстановке открыли новую тренажерную залу. На церемонии присутничали министр спорту и туризму Александр Шамко и чемпион света по велоспорте Василь Кирыенко. Под обязанностей у огляде нашего корреспондента Максима Савина. Реческая специализованная детячая юнацкая школа Олимпийского резерва номер один рыхтует юных спортсменов уже больше, как 40 годов. Сегодня они тут займаются по двух напрямках – баскетбол и велоспорт. Открытие новой тренажерной залы для тренеров и выхованцев установок это подеет долго чеканная, бо до гэтуль больше 300 юнаков и девочек были вымушены займаться на состарелом обсталявании. Минавито в этой школе починал свой спортивный шлях в заслуженный майстер спорту. Гоноровый грамадянин Реческого района, чемпион света по велоспорте на шаши Василь Кирыенко. По его слову, храней про такие умовы можно было только марить. В этой школе я занимался и на самом деле и занимаюсь, когда нахожусь в городе родном. Вообще отрадно видеть, что у нас появился в спортивной школе тренажерный зал, соответствующий нормальным уже характеристикам. Можно предположить, что больше может появиться ребят, занимающихся вообще физкультурой, спортом в целом. И, скажем так, у нашего населения это отразится на здоровье. Реческая из душар номер один за все дыславилась высокими спортивными выниками. Но ли зараз тут нацелены покарать новые вершины и упевнены. С такой материально-технічной подтримкой перемоги не примусят себе долго чекать. Шостого сакевика у Минским палаце спорту отбудется матч зорок белорусского баскетбольного чемпионата. У программе баскетбольного шоу гульни юнацких и профессийных команд, конкурсы майстерства и многое іншее. У делу матч зорок примутся две баскетболистки команды Гомель-Сош Татьяна Рыбянчук и Катярина Чаракова. На пляцовце гомельчанки будут соперницами. Яны сгуляют за разные коллективы. У наступные выходные в чемпионате Белоруси по мини-футболе команды проведут 23 тур. С представников нашего региона дома сгуляют ВРЗ и Светлогорский ЦКК. Вагонобудовники будут примать девчого чемпиона Лицяльмаш. ЦКК сгуляют с Неманом с Берозовки. Бэчэй отправится у гостя до Микашевицкого Гранита. Агрокомбинат Палдневый сустренится с Барысовым 900. Завтра хоккейный клуб Гомель и Жлобинский Металлург проведут четвертый матч четвертьфинальной серии чемпионату Белоруси в Экстролизе. Гульня отбудется на лёде Сталёвых Волков. Кали для вызначения переможцы не хопят четырёх матчев то наступная пятая гульня серии отбудется другого Саковика у Гомеля. Шостая и сёмая гульни запланованы на четвертый и шостая Саковика. На этом я с вами развитываюся. Программу протягни сюжет Катярыны Сапельниковой присвеченной открытию нового магазина Марк Фармель у Гомеля. Основанная более 20 лет назад в самом сердце Европы сегодня компания Марк Фармель занимает лидирующие позиции на национальном рынке. Это одежда для работы, спорта, сна и отдыха. Коллекции представлены мужской и женской линейками, а также одеждой для самых маленьких. С этой маркой магазина мы уже знакомы. Покупали и носочки, и колготки, и нижнее бельё. Себе мы покупали. Вот сегодня решила племяшке подарить такой джем-пирог. Вы знаете, по качеству очень хорошее. При стирке не садится. Нашла всё, что хотела. И цена хорошая, и качество. Магазины Марк Фармель я посещаю не первый раз. Я в магазине Марк Фармель на слышке сам носил эти вещи. Сейчас в магазине представлена весенняя коллекция. Дизайнерские решения отвечают современным тенденциям. Интересные принты, сочные цвета, классические креативные фасоны. При этом цены на белорусскую одежду весьма приемлемы. Например, платье можно купить всего за 300 тысяч. Женская майка обойдётся в 150, а мужская в 120. Кстати, заказать вещи можно в интернете. Их доставят в открывшийся магазин, где вы скорее сможете забрать желанную обновку. У нас достаточно молодой коллектив. Девочки окажут максимальное внимание каждому покупателю, сориентируют по размерным рядам, по ценам, помогут подобрать любую одежду на любой случай. Бельё и одежда Марк Фармель это возможность радовать, удивлять и получать удовольствие от покупок. Теперь и на улице Ефремова 5 в Гомеле. Убирая Марк Фармель, вы выбираете свободы настроения и неограниченные возможности для самовыражения. Катерина Сапельникова, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова